Мужские проблемы, связанные с тем, что мужчина либо не может иметь половых контактов или не может иметь детей, всегда связаны с тем, что продолжение рода затруднено этого человека по каким-то душевным конфликтам. И здесь есть две когорта заболеваний. То есть, с одной стороны, это функциональные расстройства, так называемая психологическая потенция, когда человек не способен вступать в половую жизнь, либо качество этой половой жизни требует коррекции, но у него, допустим, качественная сперма, и нет никаких проблем с генетическим материалом. А второе направление — это как раз, когда человек способен к сексуальной жизни, но не способен воспроизводить потомство, потому что у него малое количество подвижных сперматозоидов или вообще нет подвижных сперматозоидов, тогда, конечно же, он не может родить потомство. Это два разного вида расстройств. Естественно, и то, и другое в моей практике присутствует. Если первое связано чисто с психологическими моментами, с тем, что есть какая-то душевная боль, нанесенная женщинами, есть заниженная самооценка, есть наложение каких-то еще дополнительных стрессовых факторов, которые блокируют сексуальную функцию. Потому что парадокс в том, что сексуальная функция не является обязательной для выживания, в первую очередь. И когда человек болен, у него температура, у него болит голова, он сексом заниматься не хочет. Но организм делает все для того, чтобы все с обиением дыхания у человека существовали, и обмен веществ продолжался, несмотря на температуру повышенную или гипертоническое состояние. А сексуальная функция, она вырубается, поэтому она включается в человеке тогда, когда его энергетическое состояние находится в полной норме, когда он здоров, и тогда он может воспроизводить потомство. Если мы разберем вторую когорту, когда качество спермы страдает у человека, то это связано с тем, что появление детей в роду сопровождалось какой-то болью, ну допустим смертью. То есть была младенческая смерть или была какая-то трагедия личная, когда ребенок был яблоком преткновения. И в подсознании у этого мужчины сидит программа, что детей иметь нельзя, потому что это может привести либо к смерти, либо к какой-то трагедии. Если это запредельное переживание, то это у мужчины может родить состояние его бесплодия. И таким образом эта мысль просто соматизируется в тело, и урологи пытаются всяческими методами, так сказать, и андрологи сделать так, чтобы хоть как-то там сперма начала нормальное здоровье вырабатываться, и продукция этого дела восстановилась. Поэтому для того, чтобы решить сексуальные и половые проблемы у мужчин, нужно действовать комплексно. Всегда надо смотреть, что с душевным планом происходит и как это реализуется, потому что, еще раз говорю, сексуальные дисфункции это всегда эмоциональные взаимоотношения, эмоциональный баланс по отношению к себе и ощущение качества партнерства, которое присутствует. Потому что бывает такое, что мужчина, допустим, теряет сексуальное влечение в семье, но имеет хорошее сексуальное влечение на стороне, потому что в его родительской семье секса не было, как в советское время. Помните, это знаменитый был тренд, что у нас в стране секса нет. И вот под этой вот нормой, в кавычках, жила вся страна, когда сексуальные вопросы не обсуждали в семье, это считалось постыдным, и вынесение, тем более на суд общественности этих вещей, всегда оно порицалось. Сейчас немножко по-другому, но от этого проблем не стало меньше, их стало даже наоборот больше. Несмотря на то, что в интернете сейчас можно найти все, это не избавляет людей от того, что у них нет сексуальных дисфункций. Их количество велико во всем мире, поэтому Виагра идет по миру и приносит неплохие деньги человеку, который это дело изобрел. Но, еще раз говорю, созидательные люди зарабатывают все равно больше. Вот. Поэтому нужно сначала эмоциональную сторону вопроса восстановить у человека, тогда появляется возможность, если у человека с репродуктивной функцией какие-то сложности есть, восстановить уже и эту функцию. То есть сексуальная дисфункция, связанная с невозможностью самого качественного полого контакта, это всегда эмоциональный конфликт, но не в той большой степени выраженности. Если конфликт или череда конфликтов была очень сильная, и это всегда было с риском для жизни, то тогда человек лучше не будет иметь детей, чем не испытывать это снова, это состояние возможной какой-то смерти либо потери. Вот такая, как правило, программа скрывается за мужским бесплодием. И для того, чтобы помочь мужчинам, здесь нужно действовать комплексно. И в своей клинике я работаю совместно с урологом для того, чтобы решить эту проблему и понять, каким способом мы повести этого клиента, с каким набором манипуляций. С одной стороны, нужно психотерапией заниматься, с другой стороны, заниматься оздоровлением его организма, нормализовать, может быть, вес нужно, правильное питание подобрать для этого человека. А с другой стороны, требуется чисто хорошая физиотерапия для восстановления микроциркуляции в районе предстательной железы, яичек, и тогда репродуктивная функция у человека начнет восстанавливаться.